Тебе, Кирилл, надо было в конце взяться. Тебе, я ему хотела сказать. 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 Я, я ему хотела сказать. Я, я ему хотела сказать. Аминь. Тебе, я ему хотела сказать. Ну, есть по уважительной причине отсутствующие. Тебе, я ему хотела сказать. У нас установлено было, общим собранием проведено, что после крещения Господня 19 января, в первое воскресенье отмечается день создания нашей общины. А для чего это нужно? Для того, чтобы мы не были неблагодарными. Чтобы мы помнили, какой великой благ Бог нам сотворил. А понять это не дается, не удается сразу. Время дальше покажет. Вот я небольшую статистику тут покажу. В 1989 году архиепископ Омский Феодосий, ну, говорит даже страшно, в каких грехах он обвинялся. И написали на него, и приехал Иоанн Сличук, митрополит Санкт-Петербургский, Ленинградский тогда еще был. Еще кто-то был, кажется. Подробности батюшка знает. Я говорю то, что мне известно. И его даже порицания никакого, видимо, не было. И шесть священнослужителей вышли оттуда и попросили принять Русскую Православную Зарубежную Церковь. Вот что интересно. О Зарубежной Церкви вообще ничего не знали. Как будто ее и не было. То есть такой же плотный железный занавес был, что вообще ничего нет. Голос Америки слушал, слушал Евангельские передачи, Ярва Песия. Вертикан слушали, а Русской Православной Церкви ничего нет. Но когда мы узнали, что наша родная церковь там есть, как называют ее, Белоиммигрантская или Тихоновская, патриаршая какой-то Тихон был. Мы связались оттуда с ними и стали поступать уже книги, литературу, объяснения. Мы увидели, что мы теряем страшно много, не зная их. Какое там богатое наследие, какие люди будут. А я в 87-м году освободился только что. А они обо мне уже все знали там. Господь так делает. И когда я был в Америке, меня спросили, ну какой вот вам вашей деятельности вред нанесла КГБ. Потому что я по санкции КГБ был взят. МГБ, то есть Московское КГБ меня брало практически. Я ответил, никакой. А потом я выступил по голосу Америки. Меня Виктор Потапов сводил священник в Вашингтоне. И передачу тут услышали. Так что из КГБ ко мне пришли, и они все, кажется, тоже знают, что я там говорил. Вот как известно. И подали они прошение о принятии их в лоно русско-православной зарубежной церкви. Вот это какая цифра у меня написана, Виктор Андреевич? Что-то я не говорил. 1991. 1991. Значит, от 14-го, от 14-го, что тут? Второе. Января. Января. 1991 года поступил документ, что мы приняты в лоно русско-православной зарубежной церкви. Это принято архиезейским синодом. Документ номер 7, цифра вторая. 90. Дробь 90, дробь 19. Двенадцать, да? Да. Да. А вот 19 января 1991 года. Что тут дальше? Собрание, видимо, было. Что-то такое у нас было. Вот. И мы подали документы на регистрацию. Поторопился написал. Это написала первая газета. 19 января 1991 года. Там что? 19 января 1991 года. Было собрание о создании общины. Да, да. Ну сколько нужно было людей тут и... Но вот что было написано в местной печати? 20 январь. 25 январь, наверное, был, да? Не знаю, наверное. А это что? Свечи и прочее. А, мы говорили. Устав. Когда из зарубежной церкви прислали нормальный. Это нормальный устав, который в церкви действует. Мы к этому уставу добавили две статьи. Это чтобы свечи были только чисто восковые. Чисто. Никакой продажи у нас в церкви не будет. Деньги вообще не появляются. С тарелкой не ходим. И масло должно быть чисто натуральное. Это указали мы. Ну да, и староство дает присягу. Мы сказали, присяга равняется клятве. У нас этого не будет. Просто обещание Богу доброй совести. Вот незначительное, но туда мы это внесли. И отдел краевой юстиции все это утвердил. Дальше называй цифры. 10-12-90-го. Номер 27. Это газета за наук. Алтайский государственный университет. Напечатали. Мы отошли. Лишь отошли от московской патриархии. Получается, еще нас там не утвердили, а мы уже отошли. Это невозможно. Я потом скажу, почему это все было. И дальше что? 14-12-90-го. Молодежь Алтая напечатала. Практически то же самое. Наше заявление. Тогда на слуху было. Я много работал в редакциях. Везде вел занятия. Еще тут. Приход РПЦЗ. Чучанин. О! Что самое интересное. Вот если вы в интернете бываете, то зарядите свою фамилию. Фамилию, имя свое. Просто заряди Устинова и дальше заряди. Ты найдешь не одну, не две, а 200. Если зарядишь там какой-то Игорь Иванович, 170 тысяч. Ты зарядил Аткина Игнатия? Один. Зашел я в контакте, зарядил? Один. Кузнецова зарядил 370 тысяч. Тысяч. Семь имена там разные. Но вот такое нет. Почему? Нас называли по святцам. А ну один просто один. В одноклассниках там миллионы людей, миллионы. Речь вот о десятках миллионов я один. По этой фамилии и имя. А уже Игнатий Тихонович, это, я не знаю, миллиардный вариант нужен был. Вообще нету. И вдруг оказывается, мы регистрируем общину Крестово-Звиженская. А тут была Барнулия Крестово-Звиженская. Мы того и знать не знали. И у них был арестованный священник Игнатий Тихонович. Понимаете, история как будто развернулась назад. Это у нас все в коридоре, на правой стороне история нашей общины. Ничего не утверждено. Сколько было, сколько ушло, какие были недостатки. Мы ввели дополнительных пунктов 50-49. И там еще было примерно 50. Потому что вот еще дополнительные вывешены. Что нам, проще сказать, не подходит. Вот в церкви. Приезжал тогда священник не один, батюшка. Мы заходили. Храм был один, Покровский собор. И мы стояли у дверей и смотрели. А потом выходили и рассуждали. Ну можем ли мы сделать так, чтобы чужих не было? 5-43 Деяния апостола. Из посторонних никто не смел пристать. Невозможно выполнить. Мне 53 года, как я иду по Евангелию за Христом. И ни один не ответил ни священник, никто, что можно. Все до одного архиерея отвечают. Невозможно. Я за границей спрашивал, можно ли выполнить этот пункт? Невозможно. Понимаете? А у меня слова невозможно не было в жизни. Я поэтому не согласился с этим. А что для этого сделать нужно было? Закрыть храм. Первое, чтобы повесить большой замок. Так а если там много людей будет? Тысячи будут и результат один будет. Я всегда привожу для памяти правление Деки. Император был такой. Когда церковь погрязла в мирских делах. Дети в университетах учатся. Все как надо у них. Но нет духовной жизни. И вдруг приходит император Деки, как ударил по церкви. Только пыль пошла. В десятки раз уменьшилось число. Ну а что он будет держать это? Любому как на Украине Гитлера встречали с пирогами. Выходили. Ну было же это все. Не надо отрицать. Это было. И церковь уменьшившаяся. Теперь заперла двери. И стали проверять кто. Ну чистка партии раньше была. Тридцать седьмой год Сталин чистил. И три года только прошло. Церковь полностью вся обновилась. И увеличилась в несколько раз. Надо Богу довериться. А вот когда он все сделал в 251 году его убили. Императора. Видите как? Значит нужно этому довериться. А можно ли сделать что в церкви торговли не было? Канун говорит и в ограде не будет. Говорят можно, но пока никто этого не сделал. То есть все думают ой я так легко сделаю. Не сделать. А можно сделать так что вот как люди приходят, знают и священник знает. И что была эпитемья. Сделал аборт десять лет за дверями. Десять лет. Правил Васильев. Да вы что? Сейчас народ слабый. Да разве можно так? Да мы всех оттолкнем. То есть мне питаться нечем будет. Почему написано? Грехами народа моего питается. Чем больше грешат тем больше жертвуют. Мы все это рассуждали. Ходили по лесу. Священников сколько приезжало. Ну люди были, которые не увидели. Ну дальше обмерщаться некуда. Священники, патриархи, епископы все до одного сто процентов сотрудники КГБ были. Завербованные. Их клички все уже выявлены какие. Ни одного не было. Ни одного. И все открыто это. Кто сказал митрополит Хризастон Виленский. И он вышел и показался. Да я сотрудничал с КГБ. А вы то еще молчите. Ну вы такие же. И Андрей Курай сказал. Да я был завербован. Я говорил. Ну я так не выдавал никого. Это вопрос другой. Вы обязаны были это делать. Вы уже подписку дали. И об этом Невзоров говорит. Потому что отец у него был кажется. В КГБ занимался этими. Как им давали льготу. Как они давали списки на неугодных священники. И как им какую льготу давали. Какие ресторанные листы и прочее. Это все нынче выявлено. Вы в интернете заявите. Посмотрите. Книга такая называется. Ну как брошюра. В объятиях себе глава змея. Одно название говорит что-то. Дальше. Горькие плоды сладкого плена. Зоя Крахмальникова. Зоя Александровна. Подлинный лих московской патриархии. Отец Греб Якунин. Когда его там еще и не трогали написано было. Отец Виктор Потапов. Молчанием предается Бог. Он сейчас. Зарубежная церковь. На которой приняли актах аноническом общении. Там написано все. Это уже никакая не церковь. Нет. Это 5 отдел КГБ называли. Вся церковь превратилась в 5 отдел КГБ. Мы не хотели этого. Мы не. Но выхода никакого не было. Мы посылали людей на Кавказе. Ездили в горах. И сказали. Нам нужен был епископ. Одного епископа найти. Чтобы в руку положил священников. И оказалось. Там нашли митрополита одного. Проехали все. И ничего нету. Нету. Но в это время я беседовал с баптистами и адвентистами. Они говорят. А у нас есть от Мартина Лютера. Да он уже не епископ был. Сейчас говорят. Был священник. Ну может быть. Но он был монахом когда это все выставил. Нету. А без это. А без епископа. Который от апостольских времен идет. Нету. Церкви нету. Нету. Он один хоть на весь мир будет. Но он будет рукополагать. Как матка. В пчелином улье. И вот. Но это не только это мы видели. Проповеди нет. Нет проповеди. С улицы любой приходит и венчает. Крещение нет. Мокрой ладошкой по голове. Ни слова. Ни одного слова не говорят. Вообще ничего нельзя было говорить. Единственное которое смело несли. Это отделенные баптисты. Совет церквей. Они отдавали десятками пачками по тюрьмам. Там десятки не вернулись. 1500 человек арестованы. Они отстояли свободу молодежи. Баптисты эти все сдались. А указ был какой. Молодежи до 16 лет. Чтобы ни одного ребенка не было. Проповедь. Вот такая-то. Сначала принести уполномоченным. Он проверит. Говорит или не говорит. Они сказали нет. Церковь это невеста Христова. Она не может быть наложницей КГБ. Мы знали куда и шли. Священники тоже чувствовали. Они нас тогда. А мы ходили. Прищищались. Московская патриархия. Другого там и не знали. И они нас клеймили. Нам дали прозвище. Секта Златоустовцев. Секта. Мы причащаемся. Молимся. Но это секта. Почему? Не такие. Только что не такие. И вот данные. Так. Что тут еще? Ну-ка подойди, пожалуйста. Вот это внизу еще. Дома писал вроде видео. Чичалиных, знаете, этих. Ну что вы сказали уже. Да, да. Ну все. Дальше нету. И знаете, вы там ошибку допустили. Слово Божие. 5.13 и не 5.43. 5.13. Ну ладно. 5.13. Ходили или никто не смел пристать. И вот как образовывалась община. Нужно было там 10-20 человек. Сейчас я не знаю. Вот из старых, которые подписали, когда подали туда. У нас остались кто? Ну я остался. Надежда Васильевна. Виктор Андреевич. Где твоя сестра-то? Надежда Андреевна на работе. На работе. Еще кто остался? Шубиной. Шубиной нету. Шубиной нету. Она есть вообще-то. Она общая. Но здесь нет сейчас. Ну короче говоря, маленько кто-то остался. Алифтина. Алифтина Пантелейна. Где она? Тоже не болеет. Тоже болеет. Ну ее дочка сидит здесь. Она вчера вечером была здесь. И вот когда этот устав был составлен, все проголосовали, был приняты, все. Это начало нашей общины. Нынче справляем, я так и не понял, 24 или 25 лет у нас? 25. Четвертная. Четвертная. Ну вот такое дело. Так. Даже. Я главный доклад сделал, или как сказать, отчет. Ну я староста. Вот. Как-то мне пришла мысль такая, чтобы люди зафиксировали на бумаге, как они пришли к Богу. Как пришли в общину. И откликнулись те, которые хотели. Были, которые не написали по сегодняшний день. Ну написали и те, которые ходили. Это открытым оком 15-16 том. Всего 84 человека. 84 свидетельства. Это чего-то стоит. И что самое главное, кажется, самое большое подробное, кто написал себе Кубайкина Галина. Ее как раз здесь и нет. Сколько она помогала, корректуру вела. Ну поменьше, маленько, кажется, Дебунова Марина. Тоже связано с книгами было. Община-то была создана. Ну, сразу мы сказали. Там написано. Община наша очень слабая духовно. Мало активных. Активные мы насчитали, но не больше 20%. Как сегодня, я тут подсчет не могу сказать, то тогда мы людей всех знали. Количество детей, все там описано в коридоре. Можете найти. Мы многих потеряли из-за чего? Из-за широты взглядов. Раньше говорили учили на механизатора. Механизатор широкого профиля. На комбайне может работать. На тракторе. Ну и все такое. У нас широкий профиль. Мы признаем, что церковь там, где есть рукоположение от апостольских времен. Это православие во все, где есть епископа. Там старобрящество. Старосильные греки. Там разницы никакой нету. Дальше католическая церковь. Старо-новокатолики. Где есть? Соблюдается, конечно. Григорино-армянская апостоличная. Канкопская и Сирская. Пять. Все. За этим дальше церкви нету. Но мы никуда не идем. Мы находимся здесь. Значит, вот это сильно нас подкашивает. Ну, по-другому мы не можем. Дальше. В уставе у нас, может быть, атаусно говорено, у нас не разрешено к нам звать. Приглашать. А как тогда вы высадите? То есть мы ведем занятия. Я веду занятия в пяти университетах. Там четыре, кажется, техникума. Десятки школ. Воинские части. Все отделы милиции. Я с утра до глубокой ночи везде приезжают машины. Меня увозят. Собираются прокуроры края, заместители администрации. Там за мной заезжают машины. Везет и я выступаю у них. Бывает тема назначена какая-то. Там об экстремизме или где-то. И ни одного человека ни разу ни к себе не позвали. Я мог это сделать. Проезжаем от Дальнего Востока, от Владивостока, находки до Лиссабона, Португалии. От Тихого до Атлантического океана. Проезжаем Скандинавию. Книги полностью Шотландия, Ирландия, Великобритания. Ну, то есть Прибалтика до севера. Ну, минимум уже 600 городов. И ни одного никуда не послали, как только в храмы Московского Патриархата. Дальше самая беда наша большая, что мы, когда не разрешала зарубежная церковь даже на бытовом уровне, знаете, с патриархией, мы признавали ее благодатной. У нас не было... Нас там клеймили везде. Да какие вы тогда в зарубежной церкви? Вы тут что? Да с ними общаться нельзя. Это сборище беззаконников. Это сотрудники там органов. Мы ничего не отрицали. Мы только одно отрицали. Признавали ее благодатность. Это нас так подкосило. Сказать нечего. Мы больше половины потеряли только из-за этого. Ну, помните, у нас был Волков с семьей, детей сколько, Шимко. Увидели, что Лавр, митрополит зарубежной церкви, первосвятитель, сидит с Алексеем вторым. Все! Тут бунт поднялся. Такое-то сдали церковь. Это предатели. Всюду измена, трусы, обман. Мы ничего не опровергаем. У нас полная свобода. Никто оказался не зомбирован. Они уходят. Поднимаются против. С ними даже судимся, чтобы отбиться от них. И мы по сегодняшний день говорим так же. Ни их себя нельзя звать, ни утверждать, что Московская патриархия безблагодатна. Если бы мы вели себя как старобрядцы, у нас ни один не ушел бы. У нас сегодня было, ну, минимум, даже в этой общине 150-200 человек. Столько мы потеряли. А как вы считаете, старобрядческая церковь со священством Белокриницкой это церковь, настоящая церковь? Закаленная в боях прошла. Как они доставали священству? Сколько лет? Вот самый правильный путь. Потеряли священство. По всему миру ездили, ездили. Наконец нашли митрополита Амросия, и от него рукоположение, а дальше пошло. Неправильно они действуют. Там нет проповеди. Это другой вопрос. Это церковь. И к нам подходят... Люди были, как мы говорим, чтобы у нас богослужение шло на славянском, церковно-славянском. Но библейские тексты, Салтырь, Евангелие, Паремии, читать по русской библии с анодального перевода, на русском языке. Мы через это потеряли всех, кто склонен был к тому, что только по церковно-славянскому. Они ушли из старобрядчества. И батюшка их благословил всех. У нас из старобрядца приходили, когда мы говорили, ну ты оттуда принеси, кто ты такой? Ну вы знаете, Андрей был Марков. Направляли к Николе Думнову, к их священнику. Он у нас у тех, сколько лет был. Заявление подавал. Мы его так и не приняли, вернули обратно. Ну кто так делает? Да никто. Вы назовите где-нибудь, кто слышит это? Кто бы так делал? Пришли старобрядцам, и мы с ними бьемся и бьемся. Ну покажите, где так? Кто делает-то? Мы идем абсолютно невыносимым путем. Но это евангельский путь. Евангельский путь. А то зомбированный гуру говорит, это люди, которые ничего не понимают и не знают. Мы вели так, до 30 лет священник не может быть рукоположен. И у нас были, которые раньше 30 лет, они были, как рядовые у нас, приходили, и они даже не благословлялись. Вот эти правила, которые у нас тут введены, ни один, которые приезжали, фотографировали, химандриты были, священники, ни один нигде не выполнил этого. Проходит какое-то время, они или с нами теряют связь, или говорят, это невыполнимое. Ну а как же у нас? Видите, у вас такие условия, вы далеко от своих тут, и патриархии над вами власти не имеете. Понимаете, вы в каком положении-то находитесь? Мы это понимали, Бог так сделал. Вы, говорят, начаток Ахая, а мы начаток того, чтобы нас хаяли со всех сторон. Вот такая наша Ахая. И там, говорят, да икония, мы не страна икония. Мы добились того, что у нас везде надписи. Приезжал архиерей, ни разу слов не сказал, так это трапезно. А в храме между иконами изображения мы не тронули, а между ними надписи священописания. Так это у баптистов так. Маптистов, ты читай Библии написанное, даже на косяках надо писать. Ну посмотри вокруг. Ну ты скажи, где еще у православных так? Я хочу узнать. Откликнитесь. Чтобы такой, как пиетет был к священному писанию, что Андрей Куреев увидел. Это невероятная высота Библии в православии. И когда мы создали сайт во свете Библии, православный сайт, библейский православный сайт, как в интернете загудело. Так что это за люди? Они даже не понимают, что православие и Библии несовместимы. Вы были православные или библейские? Мы говорим, мы православные и библейские. Да как только у баптистов? Ну мы есть баптисты только православные. Говорят, у адвентистов. Ну мы адвентисты православные. Сейчас 50-ники, говорят, у нас так есть. Но мы 50-ники православные. То есть мы взяли самое лучшее отовсюду. Это у нас и в детском лагере, и здесь. Я говорю о том, что есть. Я был в Америке. Ездил за мной, гонялись буквально епископы, гонялись, чтобы меня рукоположить. Приехал специальный епископ сюда, в Потеряевку. Вы должны поехать только рукоположенным. Я сумел в ней рукоположиться. Я говорю, это не мое. Я у Бога прошу ответы. Мне на сердце этого нет. Однажды было, я вплотную стоял. Мы три брата учились у отца Александра Пивоварова. Кандидат богословских наук. Был секретарь Новосибирской епархии. Это от Бога проповедник. Чудный проповедник Божий. Его брат в академгородке Борис. Отец у них пострадал. Его арестовали за убийство коммуниста. Отца. Сидел, а потом оказалось, что никакого коммуниста в глаза не видал. Ну, посадить надо было. А сыну он сказал, вы предали церковь. При мне это было. Как раз Борису он это сказал. Ну и сшили на подрясник. На меня надели, я его примерил. Уже договорились мне, какому архиерею тайну рукоположат. Я примерил, вообще помолился. Не мое. Я снял подрясник и на этом все закончилось. Сидим с митрополитом. Епископы какие сидят приехали в Америку. Вы должны быть рукоположены. А чтобы рукоположиться, это знаете, люди иногда в кочегарке при епархии годами парились. Показать себя. Я сумел доказать митрополиту Витарию, что это не мое. Он посидел, подумал, да, похоже так. Кое-где для вас вход будет закрыт. А я сошелся с ним. Ни с одним епископом так не было. В одном городе где-то я проповедовал. А он в первых рядах сидел. А высокий такой этот подиум. Заходить выше. Так он уже в годах, в 80-х лет он сбежал. У меня микрофон вырвал вот так вот. Прямо вырвал. Я же говорил вам, что это можно сделать. Я опять веселый, пошел и сел. Я опять говорю, он опять по леснике поднялся. И опять берет и говорит. Это чего-то стоит. То есть я нашел соратников. И для нас церковь зарубежная была. Как из тьмы, из тюрьмы. Мы вырвались и знали где. Но я им сказал, когда проехал, я говорю, вы ничем не отличаетесь от московской патриархии. И вам близок только тот, кто говорит что-то против патриархии. Уж с патриархией я вообще связи не имел. Но меня они там вытерпели. Время-то идет. И вот они... Приехал Путин туда. И когда они решили признать благодатность друг друга. А то везде монастыри отбирали там патриархийные. Суды какие шли. Выбрасывали монахинь просто на улицу. Патриархийные зарубежные. Путин поехал, они встретились. А хорошее ли дело? Единение всегда хорошее. Ну и вскоре тут разговор пошел ближе. Приехали сюда создавать комиссию. У нас все общины были запрошены. Согласны, не согласны. Об объединении не было ни одного слова. Признание, чтобы можно было друг у друга причащаться. А мы всегда это понимали, что это и надо сделать. То есть наш путь был единственно верным. И подтвердили эти дела. А теперь дальше под сукном они уже начинают. Объединение. Пять лет вхождения. А потом они нас вычеркивают где-то. А люди ничего не понимают. И вот сейчас в интернете распространили. Там запрос сделали. Сказырская якобы епархия. Кто-то это проверить никак нельзя. Что митрополит Иларион от нас отрекается и там проще. Нигде ничего нет. Батюшки документа никакого не было. То есть сейчас подделывают документы и все как угодно. Ну даже если это так. Что он сказал? Он сказал, что они не числятся в списках у нас. Мы его принудили и все. Ну а что теперь? Ничего. Это подняли нас еще на одну ступень выше. А как вы это узнали? Евангелие от Иоанна 10 глава 12 стих. А наемник не пастырь. Когда он видит волка, то бежит и оставляет своих овец. Я говорю, давайте теперь разберемся. Мы что-то организовывали за эти 5-10 лет. Когда они не знают. А то вот батюшка неблагодатный, что он крестит неблагодатно. То есть безумия конца нет. Что батюшку запретить, когда он там находился, согласно канонам должно быть 6 епископов. Шесть! А архиерея запретить 12 епископов. А у батюшки ничего нет. Он последнее засчитал, какие прекрасные отношения с Иларионом. Ну и ему сказали убрать. Они к этому и шли. Ну как убрать? Из списков. Из списков и все. А вы его поминаете и он нет? Это вопрос другой. Так кто волки? Кого они испугались? Кого испугались? Там где волки. Он испугался. Испугался. И бросил. Ну вычеркнул это означает бросил. Я отрекаюсь от них. Даша то что с ним? Почему Евангелие не говорит? Где он был? Один вариант такой. Что Бог убил его за это. Другой вариант. Он заблудился. Не знает куда возвращаться. И один из самых страшных вариантов. Он решил. Буду с волками вместе. И пошел царствовать с волками. Похоже что именно так. А волки что? А волкам только отдать. А волки? Волк расхищать. Но тут чудо Божие. Волк не может расхитить. У нас крепкая ограда. Ограда евангельская. Каждая заповедь это Штахетина как я называю. И они не могут проникнуть. Даже листы не могут портить виноградник. Вот так. Проходит время. Время показало. Что нам Господь дает сегодня такую возможность. Которой никогда не было. Я спрашиваю в интернете. Вы где-нибудь слышали? В каких там аналах истории. Чтобы ни в чем не повинны люди. И архиерея сказала. А я вас знать не знаю. Идите. Не было. А было такое. Чтобы не поминали архиерея. Да было. Не поминающее. А было такое. Что поминали. Он сказал. Не поминайте меня. Такого не было. Это все выдумка. Для любви нет преграды. Архиерея там что-то. Синод вычеркнул. А как мы вычеркнули. Когда мы подавали заявление. И там были. И у нас все таинства соблюдались. Как это может быть. Это что. На земле. Синод что-то скажет. А Господь Бог должен сказать. Слушаюсь. Я выполню. То есть Господь Бог. Слушаюсь. Наоборот. Надо что Бог сказал. Человек должен сказать. Слушаюсь. У них совершенно перевернутое. И от любви Божией. Что отлучить. Ни скольк. Ни теснота. Ни архиерея. Самое главное архиерея. Ничто не отлучить. Ни начало. Ни будущее. Ни настоящее. Аминь. То есть. От любви Божией никто. И вот. Бог нам дает сегодня. Впервые в мире. Показать. Когда черковь готовится к искушениям. Ну как. В 1937 году было. Ударили. Ни патриарха нету. А без патриарха нельзя спастись. А Петр Первый отменил патриарха. Что на 200 лет и спасались. В 20 лет патриарха не было. Епископов посажали. Голову отрубали. Больше 200 епископов. Под нож пошли. Ну и как? Ничего. 362 указ патриарха Тихона. Самостоятельно каждый. Все кончилось. Церковная структура. Говорит. Полностью разрушена. Как. И вернулись мы. В первоапостольские времена. Говорит священник. В Котомочко. Антиминц. И идет под видом нищего. И где знает. Принимает. Совершает. Так делали всегда. В церкви апостольской. Ходили не знаем. Как Анфимий Комедийский. Когда поняли. Что сейчас сожгут. И он говорит. Крестить людей надо скорее. Он даже не знал. И оказалось. В одном храме. Шесть епископов тайны стоят. Успели покрестить. И сожгли сразу. Двадцать две тысячи человек. Да каких всех. Ничего. Священник отдельно берет. А священников нет. Был такой. Всесоюзный старост. Его назвали. Всесоюзный лисемер. Калина Михаил Иванович. Он говорил. Здоровье трудящихся. Дело самих трудящихся. То есть. Как хочешь. Так и выживай. Ори трапки. Жуй крапиву. Прикладывай лопух. Вот дело. Спасение. Самих. Спасаемых. Что мы. Не в расколе. А как. Ну раскол. Кто то совершает. И для расколников есть определенно. Они отвергают епископа. Создают что то отдельное. Ну и дальше понятно. На это есть объединение. Объяснение. Мы ничего не создавали. Мы селили на месте. И Власов предала армия. Кто предатель? Власов. Ну что непонятно то. Кого будут вешать то? Так. Мы ничего не делали. Кроме того что. Наша сила сидеть спокойно. Библия говорит. И мы поминаем архиерея. Находимся под особой охраной Божией. Поминаем патриарха. Когда приезжает архиерея дома. Мы. Сейчас на молитве. Поэтому нашей общине. Представлены не просто уникальные. Единственный случай. За 2000 лет. Показать. Что будет при антихристе. Как мы будем вести себя. Почему. Когда возвращались наши архиереи. В Самирике. С тобой было это. Ездил. Ты тоже там уже был. Там объединение речь шла. Речь только об евхаристическом общении. Все. Тут была конечно большая победа президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. 364 церкви которые перешли. Это 364 агитпункта КГБ. То есть возможность создать так скажем. Свои люди там есть. Такой победы ни один сотрудник КГБ не одерживал как он. Он очень мудрый правитель. Я все попутно говорю. Мудрый в мирском плане. В своем роде. Я говорю как мне сразу же когда вот это в Москве то произошло у них приезжал. Ах ты еще как она не вхождение даже. И мне сразу же позвонил полковник из КГБ и говорит Игнать Тихонович. Ну наконец-то объединились. А ему то какое дело. Ему дело. Он говорит ну теперь говорит не растопыренной рукой а кулаком будем бить католиков. Вот для чего. О спасении ли они заботятся которые в окно нас свистопляска устраивает. А у них нет священства. Ну нету нету. У них нет благодати. Ну успокойтесь они не могут успокоиться. На неделе только нашли в Одноклассниках еще создали два сайта от моего имени. Я там не бываю даже. Две странички то. И меня рисуют там и с рогами и я там и заляпан и грязью и в огне горю. Конца края нету. Вакханали. Их таких Рамзан Кадыров называют шайтаны. К слову сказать на него возникло сейчас такое гнение на Рамзана Кадырова. По всему миру поднялась пятая колонна. Весь эпир заполненный. И он ничего не делал. Но в ответ поднялась волна в Чечне. Собрались все люди. Какая там Чечня в Грозном? 800 тысяч людей. В соседние государства приехали и выступают один за другим. Все улыбаются. С нуля начать восстанавливать. Вся страна была разваленная. И ты посмотри мы ездили. Что там есть? Конечно туда миллиарды государства. Бюджетники. Он является как замок для террористов. Который его не будет. Здесь положение. За него усилить молитву. У меня от него благодарность есть. Я в прошлый раз все показывал здесь где-то. У нас в этом положении сходная миссия. Мы должны на этом рубеже стоять твердо. И нашей общине Бог это дал. Почему мы не сомневаемся в том, что апостол Павел был избран Богом? А его не признавали? Он говорит, разве я не видел Господа? Он говорит, а он не виделся. А он говорит, разве я его не видел? Мне были виды, да малое видение, что значит. Но вы плод моего чрева. Я вас родил. Всех до единого я вас родил. Благовествованием проповеди, говорит он им. Печать моего апостолства как доказывается? За тем, что вы здесь есть. Вы через меня все пришли. То, что я ходил по всему миру, по Испании, везде проповедовал. И все замолкли. А те так криконы, то они еще показать не могут. За время, как наша община создана, посмотри, какое у нас сокровище. Посмотри, 38 томов изданы, 7 томов не изданы в интернете. Вчера мне один священник и говорит, ну он был против меня. И вдруг смирился, зашел, мы ролики создали, хорошая беседа была. Но я, говорит, пинка уже получил. А раньше, когда вы говорили-то, так я материться не стал. Я, священник говорит, курить бросил. Я даже Библию полюбил. Но вот вы как говорите про нашу родную московскую патриархию, так уши вянут. Вы как-то помягшие, иначе ни одного не будет. А надо, чтобы вы проповедовали, чтобы вас принимали. Он только мне скинул, и мне сразу другой скидывает. Он не знакомый совсем. И говорит, я только что получил известие, вот у нас здесь. Мы людям давали, ваш сайт работает. И вот православный пришел через ваш сайт. Через ваши ролики. Второй, говорит сейчас Баптист, все толкует по православному. А третий, вот католик, тоже пришел. И все пришли в московскую патриархию. А этому священнику скинул, он говорит, так одна спасенная душа дороже целого мира стоит-то. Ну и уже спать ложиться стал. Только он сказал, что кого-то оттолкнет. Я говорю громким голосом, говорю не так, я все время гневаюсь. Ну то есть, все. Но вот этого, что я делаю достаточно, чтобы пришли? Вы мягонькие, тихонькие, хорошие, не мятые. И ни одного человека нет. Повторяю, что если бы я имел другой характер, было бы все по-другому. Я говорю, тысячи людей пришло бы. Не знаю. Я могу только сказать. Если мы не признавали московскую патриархию благодатной, если бы туда не поставили людей, ну минимум 500 общин я мог уже образовать. Везде люди жаждут. Одного оставил, занятия идут, в течение месяца община создано. Но мы на это не пошли. Мы не можем еще избавиться от того, чтобы никого не звать. Так. Тут у нас гости где она есть? Вот. Вот задняя. А, вот. Садись, садись. Я потом скажу. Это мама ребятишек, которые были у нас в лагере. Садись, Анюшка, скажите хотя бы о себе. Как вас звать и вещать? Скрынник Елена Валентиновна. 34 года. Ездили в лагерь, вот. Ну, узнали, что есть такая община. Ну, можно сказать, только сегодня я узнала, что есть такая община. Но ребятишки-то ходили и говорят в Знаменскую церковь? Да. Или в Дмитре? Знаменская сейчас нет в Воскресной школе. Мы во все церкви, я ходила, везде все смотрела. Все, которые в Барнауле есть, наверное. Вот. Но в Воскресную школу дети посещали второй год, будет два года в феврале, в Дмитре Ростовской церкви. Ну-ка иди сюда. А где они ребятишки? Да ну-ка иди сюда, вызови. Трое детей. Давай их всех сюда. Сюда позови. Кирилл, выйди. Давай, сейчас мы покажем. Они у нас были в лагере. Ну-ка иди сюда рядышком. О, армия такая. О, еще двое. Давай сюда. Ну ладно, так, повернитесь. Дядя Володя, вон туда к нему повернитесь-ка. Вот так вот. Это Ваши? Да. Еще одна. Я никогда до конца не понял. На неделю она ко мне вдруг приходит. Созвонились. И она приходит. Я дома не принимаю никого. Там такой у нас порядок, что они боязно показывают. А ее ни слова не говоря. Никита, он есть Никита. Он ее прямо ко мне заводит утром. И свет не зарядит. Вот так вот. Ну, мы... Я вечером позвонила. Я жила дома. Я позвонила вечером. Я спросила, можно к Вам прийти? Да. Я их предупреждаю, что только здесь принимать могу. Это Господь так устроил. А может, у меня дома самой такой же беспорядок? Ну, потому что у меня тоже здесь не бывает. Я бегаю. Ну, понятно. Тебя они звали сюда? Меня? Тебе кто-то ходил? Меня звали сюда. Бог меня сюда позвал. Господь позвал. Я пришла. Я же тебе сказал, что у нас не принято звать. Я не могу вас. Вы ходите здесь, патриархийно. Я так молилась Иисусу Христу. Я молилась. Помолилась и пришла. Я не толкаю вас. Я просто напоминаю, какой был разговор. Мы записали его на пленку. Я сказал, ну, ходите туда. Ну, и ходите туда. Зачем это сюда? И вот вчера она снова позвонила. Мы дали разрешение. За Вами на машине заехали? Ну, да. Андрей, наверное, привез? Да, вот. Кто? Андрей на Муравьев. Андрюша, а ты привез? Да. Видишь как? Это как будет сделать? Смотрите. Мы не знаем, где они были. Мы были в лагере. Она привозила и маленькие вот это. А там где-то копаются где-то. Вот у меня тут самая близкая мне была вот эта вот. Виктория. Вот. Вот в лагере говорят у нас какие порядки. Я про одну скажу. Я ее никогда не видел. Первый раз вижу. Кто-то из ребят и говорит, а у нее что там, почки или что-то говорит? Ну, она только переболела. Ну да. Я ее сразу отделил от других ребятишек за обедом. Я говорю, утром рано. Мне батюшка дает березовый сок мороженый, чтобы теплый был, чтобы ей была кружка и мед специально с пасеки приобретенный, чтобы ей ложку меда. И уже через две недели ничего нету. Дальше тертая морковка. Каждое утро я ей по ложке. Так было? Да, так. Вот все. Она около меня как маленькая стояла. У меня самая маленькая девочка рядом, а справа мальчик. Вот как. Как мы относимся к детям. Это не то, что на показ. Я же не знал, что вы тут придете. И там был еще, который приезжал Тимоша. Там у меня малыши. Они к столу подходят, я им отдельно льготу, говорится, со своей чашки. Потому что это дело Божие. Я об общем не хочу сказать. Ваше свидетельство описано здесь. Мы молимся об ушедших. Чтобы они были там, на своем месте. Одна из заповедей, которую мы ввели здесь, плата десяти. Но у нас торговли никакой нету. Воск покупается. Воск наши льют сестры, ставятся свечи сколько нужно. Тишина полная. С тарелкой не ходят по храму. Это все у нас в устах записано. Нет движения денег никакого. Есть у нас специальная, как ее назвать, бухгалтер или кто? Людмила Степановна. Ее нет сегодня? У нас ребятишки. Казначей. Какое у тебя движение? Какие деньги у тебя? Нету, нету денег. Но когда нужно, мы сразу выходим. Я напоминаю, к нам приезжал директор библейского общества сибирского, Булатов Алексея Владимировича. А потом приехал он со своими друзьями, с американцами. Вот в этом помещении мы встречались. И вы знаете, у нас денег нету. Главное, это пенсионеры, ребятишки. Но он выступил здесь и сказал, он ездит до Дальнего Востока. Везде они бывают, сибирская. Но по жертвованиям вы вышли у меня на первое место. Меньше чем шестизначные цифры мы не жертвовали. А с кого собирать-то? Мы поняли, Библия переводится, алтайский народ шорсы получит. Это свидетельство, ну не наше, здесь у нас все это заснято было как. То есть наша община довольно мобильная, это нужно сказать. Проехать такое расстояние, шофера, и я могу сказать, кто шофера ездили у нас. Игорь, ты ездил с нами? Ездил. До Дальнего Востока. До Дальнего Востока. Дальше. Ну где тут ездили где? Сергей, ты ездил? Ездил. Ездил как шофер, тебя забарковали. Шофер. Брат Симостян ездил? Ездил. Ездил. Понимаете? То есть мы меняли, были шофера. Ну и конечно главное у меня... Где он? Николай, найди его. Подведи сюда. Уехали. Уехал. Ну маленький ребенок. Николай Павлович Кручинов. Он ездил с нами до Лиссабона. Всю заграницу, а там все подобрал. И нынче Бог дал, когда не было своего дальнобойщика, с Краснодарского края, Марьясова Александр Сергеевич. Мы молимся, и Бог отвечает на молитву. Вы бы знали, сколько мне звонят молиться. Только начинаю что-то делать. У нас ребенок заболел, и передают неоткуда-то из Финляндии. Так, этот что-то делает. Никита, так все. Одно мгновение мы все на молитве. Вчера говорят, девочки, операцию сделали, так успешно все. Так, бросайте все на молитву. То есть, когда приезжает, и когда вас дать нужно благодарность, что Бог услышал и ответил. Вот звонят. Мою жену с работы увольняют. А она работает в епархии. Сейчас идет она к нашему епископу. Помолитесь, чтобы не выгнали с работы. Мы все бросили, молимся. Два часа проходит, вызвал архиерею. Как будто первый раз ее видит и говорит, а никто тебя увольнять не хотел. Вот как Бог делает. Мы знаем, что такое живая молитва живому Богу от живых людей. Нас Бог благословляет. Нам нужно это сохранить в себе. Как будет дальше, мы не знаем. Значит, для меня, лично, что я говорю. Я писал письмо президенту Путину. Патриарху Кириллу. Чтобы помогли мне проехать через Турцию, Сирию и попасть с боевиком в ИГИЛ. Это на верную смерть, стопроцентную. Ну, мне на сердце положено. Ответ пришел, поблагодарили с Министерства иностранных дел. Дальше дело не пошло. Я вдруг вижу, нападает на Рамзана Ахматовича Кадырова. Дай-ка я ему напишу. Написал письмо, отправить не могу. Не могу отправить. Лежит. Уже у меня неделю. Не могу отправить. Печать поставить не могу. А почему не можете? Я становлюсь на молитву. И не надо. Еще не время. Меня отовсюду пишет, не делайте этого. Я все... Ну, не делай да не делай. У меня в избе живут еще дикие голуби. Дикари. И пшеница, и горох лощеный на крыше. Я полез. Беру одну банку такую, почти литровую. Набрал пшеницы на неделю на этой. Набрал другую лощеного гороха. А я беру валенки, подшитые транспортерной широкой лентой. Она на лыжах кататься может. И лестница обледенела. Я спускаюсь. А эта рука у меня неделю не поднималась. Воспалился нерв. Я не мог не надеться. И так в рубашке спал-то. И как я шмыгнулась, не знаю. Я почти с самого карниза спикировал вниз. Я теперь почти космонавт. Когда я рухнул, и главное, нигде не зацепился. Ну, тут шкуру оторвало, завернуло тут. Я говорю, смотрю, белая-то. Кость видать ее. А Игорь Владимирович, он сидит, брат, и говорит, это жировая подкладка. Так говорил? Вот я, оказывается, ищи жировой подкладку. У воробья на коленках жир нашли. Ну вот я упал, и первым делом шею пошевелил. Сразу вспомнил Сергея Козлова, героя нашего времени. Как он, бедный, 14 лет уже лежит. Я лежу, конечно, все это рассыпалось по снегу. Пойдете под лестницей, увидите, там ямка лежит. Это там, где я приземлился. Попробовал рукой, ногой, ничего не болит. Единственное, кто видел меня, Никита. Сидел у окна с той стороны. Расскажи, как ты увидел? Ну, краем глаза. Краем глаза. Что-то такое, ляп туда. И я понял, и главное, что руку-то эту повредил. А брат Игорь Добунов перебинтовал, побежал к Надежде Васильевне, там легкопластырь, что-то наложили. Я говорю, самое хорошее, помочиться надо. Помочиться, а уже сходил, ничего нет. Я говорю, Никита, займи немножко. Но он не дал, жадина, говядина. Ну, каким-то перекись водорода помочили. Я понял, правой рукой я хотел поставить печать. Когда он там написал письмо-то. И вот, заметьте, ни раньше, ни позже я все это соединяю в одну. Бог задержит отправку письма. Помолите, чтобы мне Бог открыл. Тогда можно будет послать, и надо ли посылать его. Надо ли. Надо ли. Или остановиться на том, что мне ответило Министерство иностранных дел. От президента. От Путина. А то вы пиаритесь, то другое. Люди не знают, ничего не делают. Поэтому вот такие слова. И на неделю вот еще пришла. Была я все по школочкам разложил. Какая наша община. И как что. Понравится, разрешим еще один раз прийти. Я сказал вам все, помните? Когда сидели. Мы никого не тянемся. Если понравится ребятишкам, пожелайте. Вы не нарушители. Дети уже в сад знают. Они были в лагере. Холодно у вас. Ребятишкам холодно у вас. Где? У нас холодно? Да топить надо еще. А где? Ну прохладно здесь детям. А что у нас? Мы же в Сибири живем. Наши ребятишки такие же. У нас вот холодно. У нас вот холодно. У нас тут тепло. Температура сейчас. Посмотрите. 25 градусов. С утра детям холодно было. Нашим тоже холодно. Я серьезно говорю. Надо подтопить. Холодно. Холодно. Согласился. Холодно. Угля добавить в печку надо. Вот понимаете, у меня все наклывает. Не холодно. Неправильно. Неправильно. Может быть прохладно или зярко. Холодно вот там, за окошком. Ну ладно, ладно. Согласился. Ну печку накопить надо. Это другой разговор. Так, минутку. У меня в лагере был случай. Ребятишки искупались. А один ребенок – холодно. А ребятишки говорят – тепло. Холодно. А они вот стоят друг на другу. Он в третий раз, когда сказал, что холодно, и сразу заплакал. А большой парень. То есть все до одного. Весь лагерь говорит – тепло, а одному – холодно. Ну пусть рабку пьешь. Сейчас в храме 15 градусов. Линия комфорта, физиологический – 21, 22 градусов. Вот он. Сейчас прохладно. Сейчас 15. А утром еще прохладнее было. Чтобы дети не остыли. А соня болезнь. Что если понравится? Разрешим еще поедем. Так. Ну это… Володя – это на реками, конечно. На будущее. Большое. Дихое. Меня не будет. 77 лет уже, считай, будет выглядеть. От меня остается вам наказание. Никита, тебя соблазняет кто-то. Иблис. Меня не будет. От меня есть наказ. Ничего не менять. То, что у нас написано. Без совета на церковно-приходском совете. Все делать по совету с братьями, с сестрами. На совете у нас участвуют все. Это вам наказ. И наказ. Никогда. Во веки веков. Не входить в московскую патриархию. Никогда. Это смерть. По всем параметрам только смерть. Мне в интернете пишут, не вздумайте. Отец Аким только если вздумать туда идти, сразу ему смерть. Все чужие. Все понимают. Им нужна власть. А над нами власти нет. Папа Римский. Они для нас разницы нет. Они могут издать. Ну как может Обама на меня издавать указан? Ну никак. Путин может. Почему не может? Патриарх на меня не может. А эти теперь подчеркнули, что над нами власти нет. Они нас отошли. Все. Мы их признаем, поминаем. А власти нет. А могут зарубежные церковь на батюшку что-то сейчас? Не могут. Нас там нету. Их просто нету. Такого случая вообще мировой практики не было. И мы можем только молиться. Теперь, когда писал-то там какой-то Петров Сергеев. Я говорю, давай он не выходит. Это демон какой-то. Демон везде. Всякую пакость говорит. Ну страшные слова все это поносит. И на это смотреть не надо. Подделка документов. У меня из министерства пришло настоящий документ. Он на нее вышел. Он ищет кто? У меня в друзьях. И всех заливает грязью. Всех заносите в черный список и больше никак. Это люди безбожные. За них надо молиться. Я молюсь за ИГИЛ. За исламское государство. Чтобы Бог обратил их. Чтобы не было там злодеев. Они захватили сейчас там деревню 600 человек. Кажется 260 сразу расстреляли детей. Девочек всех расстреляли и пошли в следующее село. Духи зла вырвались на свободу. Их всех называют Рамзан Ахматович шайтаны. Ну так делает только дьявол. Не разбираясь. Который ни одного слова против не говорил. Расстреливают и дальше идут. Поэтому не судить надо. А трудиться. И семикратно в день прославляй Бога суды твои. Измените свой распорядок. Включите в себя хотя бы одну ночную молитву. Молиться за патриарха. За епископа. Что Бог дал им духовное рождение. За президента. За руководство. За Алтайский край. Дай мир. Но отовсюду идет свидетельство. 16-й год будет непростым. Если только начнется. То начнется невиданное. Но. Бог. Где Бог. Мы молимся за Порошенко Петра. За Лукашенко. Который мне близко знакомый. Так вот. Чтобы через них Бог сделал как давно. Не было покушения чтобы на них. Потому что в интернете идет. Что Рамзан Кадыров своей смертью не умрет. На меня. Игнатий Лапкин своей смертью не умрет. Вот. Меня в какой-то ряд записывают. Что я приговоренный вроде бы. А Бог. О ком мы не думали. Говорит. Но был поднят. Это Бог так делает. Поэтому сегодняшним днем. Мы можем похвалиться. Перед Господом. Его благодатью. Которая на нас. У нас много много новых друзей. Много сочувствующих. Во всех странах. Странах. Мы вышли далеко за пределы нашего государства. И люди говорят. Мы никогда не думали чтобы в грязной помойке в интернете можно было найти. Теперь мы каждый день ваши ролики смотрим. Какие у вас люди. Какие дети. Как это у вас все сделано было. Мы говорим это огромный труд. Володя. Зайди с этой стороны. Этот отряд захвати. Покажи. Какие детки сидят. Вот сегодня пришли. Вот там. Вот там. Вот там. Детский там свое. Вот я хочу. Так. По общине. Кто желает. Виктор Андреевич. В виде собрания. Меня казы простые. Кто к нам возвращается. Которые были в Московской Патриархии. Мы никого не принимаем. Пока они не очистятся. А что именно. Вопрос только один. Ты был там. В Московской Патриархии. Ушел. Два года у них был. Платил десятину или нет? Нет. Исповедовался. Высчитай десятину. За два года. Пойди в Патриархию. Отнеси деньги. Воров мы не принимаем. Это от меня наказ. Не под каким видом. Все брать на учет. Десятина. Это благодать Божия. Где нет десятины. Есть торговля. Люди слушают. Вы еще и с деньгами не дорожите. Дорожим. Но. Ворованные не берем. У нас в уставе написано. А десятина. Которые. Это ворованные. Вы обохрали меня. Господь говорит. Ежедневно. Кто бы оттуда не возвращался. Ну который не знает. Это один вопрос. Но которые наши были. Они знали. Наши уехали. Ну. В Плотниково. В Греции. Она приходит там. Георгий или Григорий его звать. Тут небольшая разница. Священник. И приносит ему деньги. Он говорит. А что за деньги? Батюшка десятина. Он не знает что такое? Она мне снова звонит. А что делать? К ногам его положи. Написано. И полагали. К ногам апостолов. Весь сказ. Он не берет. Освободись от этого. Положи к ногам и уходи. Пускай ветер развеет. Это тебе не принадлежит. Ты заработал 100 рублей. Или пенсию 100 рублей. Десятка Божья. А иначе Бог зачем бы говорил. Вы меня обкрадывайте. А я не обкрадываю. Мои деньги. Я распоряжусь как хочу. Не можешь. Моя десятина там лежит. Бог говорит. Верни ее мне. Можно вопрос задать? Да. Вопрос можно задать? Ну я уже закончен. Задайте. А вот пожертвования. Когда люди приносите пожертвования в общину. Да. Их можно принимать или нет? На детишек. Никак. Это вам не принадлежит. Нет. А если человек от души принес тебе пожертвования? Ну все. Ну вот если ты взяла допустим. А потом отдать надо или как? Нет. Ему не надо отдать. Пожертвования не отдаются. Помогли. Это навсегда. Пожертвования это уже сверх десятины. Это не сюда не пользуется. Это не десятина. Нет. Вы неправильно поняли вопрос. Нужно ли платить десятину с денег которые жертвуют? С пожертвования. С пожертвования. С десятин она имеет ввиду наверное. Нет. Нет. Он сказал ты тебе принадлежит. Ну. Он правильно отнестирует. Знаете. Я. Тет книга. Товит. Первая глава. Восьмой стих. Он платил три десятины. Три. Это не павильон. Он готов на десятину священства. Другая на украшение храма и прочее. Третья милости. Она может быть больше десятин. Можно еще вопрос. Вот у меня просто такой вопрос. Вот допустим. Да. Я ходила в Димитро Ростовский храм. Дети туда ходили. Там были такие добрые люди. Да. Верующие. Как они искренне веруют. Там все в Бога. Все как бы они стараются. Соблюдают. Там пост. Молитва. И вот они нас как увидели. Да. Я не знаю что там они сделали. Я не простила ничего. Как. Я просто молилась. Иисус помоги. Сейчас тяжелое время. И. В общем. Женщина пришла. Мама купила мне машинку автомат домой. Ну. Чтоб я стирала детям вещи. И они ее привезли. Они мне не предупредили. Нужно мне там. Не нужно покупать. Я как бы. Ну. Я не просила. Дайте мне машинку автомат. Правильно. И вот теперь. Дальше. Вторая женщина опять нашлась. Там какая-то богатая женщина приехала. Она купила мультиварку нам. Поставила. Принесла. Я и тоже не смогла отказать. Ну. Знаете. Ну. Она говорит. Это детям надо. Мама. Вот так вот. Можно. И вот теперь смотрите. Вот я к вам да. Прихожу в церковь. Вот первый раз. Вот допустим да. Получается моченая как бы. Я хочу покреститься. Да. Вот так. Ну так Бог. Я так молилась. Бог так открыл меня. Что надо креститься. И вот теперь мне. Что вот эти пожертвования. Как к ним относиться. Никак. Ваши все как. Купили в магазине. Вот там еще деньги. Они допустим жертвовали. Дали мне деньги. Когда ребенок при анимации лежал. Я посчитала там общая сумма 26 тысяч была. Хорошо. Благодарите Богу. Больше ничего нет. Их имена я записала. Как помолилась за них. Мы кому помогали. Кого мы будем искать. Это сгорел храм. Ну вот как им отдать эти деньги. Нас будут или как. Никак. Не пожертвовали. Или пожертвовали. Не дают. Это ваше достояние. Вам Бог дал. Вы не от них получили. От Господа Бога. И этим распоряжайтесь сами. Но разумно. Потому что дадите отчет перед Богом. Отчет перед Богом будешь давать. Перед Богом. То есть ты не на худо. Не на худое. Дети. Поднимала. Девала. Делала и все. Не заботься не мало. Радуйся. Все время благодаришь что есть такие люди. Добрые. Помни их. Вот у нас кто-то приходит из баптистов. С адвентистов. И мы всем наказываем. Вы помните какое добро там получили. Вы полюбили евангелие там у баптистов. Вот там такие песнопения. Мы поем где-то. Вы все время будьте благодарны где были. Они так. Там было плохо. Не все там было плохо. Что они не в церкви мы должны сказать. Там много хорошего. Я вот так отвечаю. Так. Ну все. Спасибо Христос Игнат Тихонович. Я буду рядом. Говорите кому надо. Да. Братья и сестры. Я вот лично благодарю Бога за то что у нас есть духовный отец. Один. Второй. У меня два духовных отца. Отец Игнатий и отец Яким. Не знаю как у кого. У меня два духовных отца. Рожден прежде всего от проповеди Игната Тихоновича. И я знаком с ним с 90-го года. Потому благодарю Бога за эту встречу. Где мы крестили дочь свою. И с этого все и началось. С этого момента. Это описано в 15 томе. Мое обращение. Как мы крестили дочь. И участие в образовании общины. Мы давайте не будем Иванами без ума. Не помнящими свою историю. Кто не помнит свою историю. Того нет будущего. Поэтому история она важна. И сегодняшняя дата. Вот это вот празднование этой даты. Оно для каждого из членов нашей общины. Это великое событие. Потому что это становление на стезю спасения души нашей. Как этому можно не радоваться. И стоит пожалеть тех людей. Которые споткнулись и ушли. Я вспоминаю то время. Когда у нас было все гладко и тихо. Вот первые месяцы. После того как образовалась община. Она прирастала просто на глазах. Потому что занятия проходили в начале педагогического института. Потом в АГУ. В государственном университете. Потом в политехническом университете. И каждое занятие приносили новых и новых членов нашей общины. И мое сердце радовалось от того, что у нас все было гладко, ровно, тихо. И мы вот с любовью друг к другу относились. Я думал. Вот у меня такая возникла мысль. Думаю. Как же сатана терпит. Я знаю, что он не может терпеть этой любви. Потому что у него нет ее. А здесь у нас все. Вот между членами общины была такая вот миролюбивая обстановка. И очень вскоре после возникшей у меня в уме этой мысли началось брожение. Муравлев и следом за ним пошли другие. Жаль людей, которые спотыкаются. Но нас предупреждают. Если ты стоишь, бойся, чтобы не упасть. Поэтому нужно помнить об этом печальном опыте наших братьев и сестер, которые споткнулись и ушли. И не спешите с выводами. Услышали где-то вы. Увидели даже документ. Вот один из людей, которых вот буквально в прошлом году, теперь можно сказать, принял крещение. И споткнулся. Увидел документ. Все. Как это так? У вас нет епископа. Мы теперь что? Раскольники. Я не хочу быть в расколе, он заявляет. Ибо доколе вот я не убежу, не буду убежден в том, что это не раскол. Я буду вот находиться там в МП. Так ты в церковь стремись, а не в структуру. Главное это быть не в структуре какой-то, а в церкви. А церковь это что такое? Это тело Христово. Оно составлено из людей искренно верующих, подчиняющихся заповедям и канонам Святой Апостольской Церкви. Вот туда нужно стремиться, а не в структуру. Брат, у тебя было слово. Ну я хотел сказать, что ну хоть это там про смерть Игнатий Гриш говорил там. Ну а смерть она вот движется, великий проповедник. И вот еще один верующий человек умер в четверг утром. Скончался Николай. Вот тут они приезжали, может кто-то помнит. Должны помнить их. С Татьяной? С Татьяной, да. Супруга у него Татьяна. Очень верующие люди. Они много сделали для того, чтобы зарубежная церковь сохранилась в Красноярске. Они долго хранили этот дом под церковь, такой же большой, как у нас. И там священников поменялось. Ну человек, наверное, шесть или семь. Епископ даже там был. И они все искали хозяина этому дому. Ну вот нашелся все-таки из зарубежной церкви. Он был в зарубежной, потом ушел к Орлову. Это отец Константин. Фамилию так и не узнал то все его. И они передали ему дом. Он успел еще на него переписать. И сейчас отец Константин там служба у них пристраивает еще. Он такой деловой человек. У него там детей куча, шесть детей там, шестер у него. Ну в общем, прям помогли сильно. А сами они получили квартиру. Два года назад. Однокомнатную, хорошую, в новом доме. И вот пожили немножко хоть в этом. И все. Вот он болел сильно. И цирроз печени. Это его прошлое, старое, перед покаянием его. Я не помню, крестился он, по-моему, у батюшки. Потеряки крестился. Вот он или она. Нет. Не крестились они? Не знаю, причащались здесь или нет у батюшки. Ну они с батюшкой беседовали там. Ну долго они тут были, жили. Несколько раз приезжали. Последний раз в 2003 году. Ну и все. Вот после таких тяжелых мучений. Долго мучился он. Очень тяжелая смерть была у него. До этого год, наверное, или больше по больницам. И постоянно боли у него. Ну а последний вечером звонила мама ему в среду. Позвонила моя. Мама всех поздравляет с праздником. С 25-летним общины. Она в Красноярске. И он сказал, Валюша, говорит, все хорошо, говорит. У меня, говорит, все хорошо. И вот так отошел с такими. Всегда молились они. Сейчас там осталась жена его Татьяна. Тоже помолитесь. Тоже верующая женщина. Во вторник будет отпевание. Но я думаю, что с миром отошел. Потому что я приезжал туда в 2003 году. В 2013 году был. А в 2003 приезжал туда. И там занятия у них проводил. Месяц целый. Они с удовольствием участвуют в разборательстве Слова Божия. В общем-то они пригласили меня. Думали, что состоится целое там занятие. Людей будет много. Ну там был священник Лузин. Он не допустил этого. Все разгромил. Все разорвал. Книги. Игнатия Тихоновича с батюшкой опорочил. Ну в общем, нашу общину. И до такой степени я прям был недоволен этими. Отсюда потом отец Александр Желтухин тоже. Это его друг оказался. Я с Александром Желтухиным тут поговорил. И сказал. Если ты ему друг, то ты мне не будешь другом. И он выбрал друзья его. И дальше там знаете какая. Из священников выгнали его. И также и Лузин тоже закончил. Катастрофически. И во всем этом трудились вот этот Николай с Татьяной. Ну сами понимаете. Как тяжело людям. Когда нету сплоченной общины православной. Такой как у нас. Это нужно. Я всегда только это помнил. Когда там у них был. И все время думал. Сейчас бы хотя бы малую толику. Вот нас объединенных таких. И туда. Чтобы люди посмотрели. Как это. Потому что вот. Пришла сейчас вот эта Елена. Вот она. И она говорит. Я только сейчас узнал о вашу общину. И таких людей то очень много. Они. Они. В лагере там кто-то помогаем. Где-то. Беседуем. Вот на улице где-то. А люди не знают. Что есть община целая. У нас там. Очень много в интернете. Все вот. Допустим. Он ехал. Он знал. Потеряевка есть. Но он никогда не знал. Что Барнаул есть. При таком оповещении. Люди не понимают. Они. Вот. Потеряевки все. Потеряевки. Они туда сразу. Раз. Вот. Потеряевка там. Батюшка. И. Как бы. Подъем какой-то там идет. Деревня. Оказывается. Он. Приехал. И говорит. Оказывается. У нас так все замаскировано. У Штирлица такой. Маскировки не было. Как у нас. То есть. На нас действительно никто не знает. Вот. То что Игнать Ильич сказал. Что никто никого не приглашает. Я ни одного человека сюда не пригласил. Ну. Чтобы в общину. Там как-то на службу кто-то. Посмотреть бы там. Посмотреть бы. Ну. Ладно. Посмотреть бы. Прошу Игнать Ильича. Они посмотрят и уйдут. А так чтоб. Заходи давай в общину. Давай там с нами вместе вернуть. Как мы там. Вперед там. Да. Смешно просто. Кстати. Не решая реплика брат. Вот. Братья и сестры. Если кто-то кого-то пригласил. Так вы. Приведите. Покажите. Устав. Чтобы не нарушался этот устав. Сегодня. Ну. Спрашивайте. Сестра. Можно и не можно. Там. Детям подойти к кресту. Ну. Понятно. Почему нельзя так к кресту подойти. Нужно было об этом сказать. Что можно. Чего нельзя. И вопросы все какие возникают. Нужно до этого выяснить. До того как идет богослужение. Они во время богослужения не в храме. Ну. Сложно. Пока не разошлись. А маленькое объявление. Маленькое о нашей жизни. Уже две недели у нас ни одной чесноковки нету. Я отошел. И хотел еще сказать. Маленькое такое. Это для Игнатия Тихоновича тоже. Он не знал наверное. Он не говорит об этом. Значит. Вот это государство. Исламское. Его назвали. Они сами. Эти игиловцы. Назвали его исламское государство. Почему? Дело все в том. Что у них важная цель. У них цель есть. И эта цель у них оповещена везде. Они хотят войти в рамки того эмирата. Это называется Османская империя. Которая образовалась в конце 16 века. 1580 год. Последняя атака им на Вену была. И была отбита ими. То есть они вот до этих пределов дошли. Венгрия. Здесь Россия. Куски тоже отхватываете сразу. Черное море. Там все за Кавказье. И дальше пол Африки у них. Весь. Вот пол Африки. Начиная со Среднеземного моря. Все. Все они хотят захватить по Индию. Вот это их желание. То есть это их цель. Вот этого ИДИЛа. Восстановить Османскую империю. Да. Восстановить Османскую империю. Поэтому они действительно исламское государство. Рамзан кадыров его гнать начали. Почему? Это все тоже происки уже вот этих исламистов. Потому что он сказал. Исламское государство неправильное. Говорит название. Их нужно назвать Иблисское государство. То есть сатаны государства. Вот в чем дело. Он говорит, нельзя так делать, как они поступают. И там свои приводят, кстати, места из Писания и тех их святых мужей, которые эти пророчества оттолковали Корана. И дальше, теперь дальше про это исламское государство. Его основа в центре Сирии. Они захватили 30% Сирии. 30 конкретно процентов. 30% у Башида Асара, 30% у ИГИЛа. И остальные 40% контролируют все, кому не лень. Это пустыня на границе с Ираком. И то же самое в Ираке. Они контролируют приблизительно 20% страны Ирака. Тоже пустыни. А все населенные пункты в Ираке, основные, это все в руках иракской армии. И теперь вот это у них происходит становление их государственности. Она началась с июля 2014 года, когда они делились от Аль-Каиды. А это было, вот ИГИЛ, это когда-то была большая организация Аль-Каида мусульманская. Ну вы помните, это Бен Ладом. Бен Ладом убили там в каком? 10-м году, 11-м. И все, началось там у них отделение. И вот они отделились отдельно стали. Это, то есть вот это основные территории. То есть Сирия, центр Сирии. Захвачено, ну где-то, наверное, несколько десятков, ну до сотни населенных пунктов. Больших городов 6 захватили они. 8 миллионов человек под их контролем находятся. 8 миллионов. И у них есть своя государственность. У них есть медицина, то есть скорой помощи они оказывают, медицинскую помощь. У них есть школы, они учат детей. Причем и русскому языку. Из России несколько тысяч человек туда приехало. Как не из России, а из СНГ они считают. Те, которые говорят по-русски. Таджикистан, Киргизия, Закавказский, Узбекистан и самой России. Приехали воевать, защищать от нападок тех людей, которые убивают детей и в рабство берут людей. Вот они как говорят. И у них там существуют христианские общины. Есть внутри этого ЕГИВА. Они живут по их распорядку. 6 основных поведений христианина на территории государства ЕГИВА. Они распространили. И одно из них, там последнее, чтобы христиане ничего порочащего против мусульманства не говорили и не писали. Там нельзя вслух читать Библию и так далее. Молиться вслух нельзя своими молитвами. И передавать. То есть проповедовать. Все, что Игнат Игныч говорил про баптистов когда-то при социализме. И ИГИЛ это все переняло на свою территорию. То есть Сатана, он постоянно этот ком катит к уничтожению христианства. И уже убили и казнили они на видеосъемку больше 5000 человек. Вот то, что Игнат Игныч говорил. Ну, вербовка идет по всем городам, во всех сетях. Поэтому, кто имеет компьютеры, все знайте. Вас тоже в любой момент могут завербовывать. Особенно сестер любят вербовать в платочках и так далее. Ну, все. Так, относительно убитых. Святая Библия нам говорит, не радуйся смерти врага, ибо Господу это будет неугодно. Он поразит и расстроит дело твое. Поэтому убивают в Сирии. Погиб русский летчик. ИГИЛовцев убивают. Как они распластанные лежат. Молодые люди все. Никогда этому не радуйтесь. Это чей-то сын. Это чей-то кормилиц. И душа ушла без примирения со Христом. Самое-то главное. Поэтому, как бы мы ни хотели, чтобы было по-другому, мы не можем радоваться смерти даже врага. Мы христиане в самом высоком понимании. Так как они же... Я ничего не отменяю. Я только говорю. Убивают, убивают. Тут ничего не сделать. Бомбят там. Это там другой будет отвечать. Я не должен радоваться этому. Я должен молиться, чтобы Господи дай им покаяние перед смертью. Они по всему миру сейчас террористы. Непрерывно машины начиняют с взрывчаткой взрывать. Вот так вот вчера два взрыва в городе, в другом там. Он один взорвался, за собой 70 человек утащил. И взрывают они там. Это и Индия, и Индонезия. Все захватывают. Везде. Пока более-менее огражденные. Это Белоруссия и Китай, видимо. Почему? У него там нету... Мы проехали, и не где нету. Я в интернете стал искать и нашел. Он сумел как-то сделать. Которое там, вот сейчас в Кельне. Они хватали всех девушек на Новый год, женщин и насиловали. Эти иммигранты. И их Ангела Меркель говорит, ничего не можем сделать. Она уже полностью расписалась. Ну там и немцы сейчас начинают группу собираться. Ну немцы-то тоже должны защищать своих жен и детей. То есть там назревают большие конфликты. А от нас требуется молитва. Постоянно. Помните это. Это придет сюда, а мы не готовы. А к чему надо готовиться? К тому, что Бог даст. Я не пророк. Но я знаю только одно, что грех ненаказанным не бывает. Если он оказывается на земле, это благо. Чтобы не уйти нераскаянным на тот свет. Не радуйся. А вот ИГИЛ попали здесь, и вы будете помогать. Будем помогать. Помогать как? Говорит, он раненый лежит. Перевязать раны. Для врачей вообще-то нету ни врага, никого. Так я говорю. Ты должен найти ИГАН, или какой там главный международный премия врачам. Женщина образовала это. Ну все получают, врачи, награду. Накормить, напоить, но успеть сказать о Христе. О Боге. Так делали святые. Они просили перед смертью, маленько дайте мне еще помолиться. И молились за врагов. Вот что нам необходимо. Готовиться, что они будут завтра здесь, и нас будут убивать. Заранее приведите все в порядок. Лишнее раздайте. Примиритесь со всеми. И молитесь за всех врагов. Я вот молюсь. Ну, о Рамзане Кадырове. Конечно, молюсь. Усиленно молюсь. Как могу, чтобы от покушения его Господь избавил. У него врагов море. Но на сегодняшний день, по моему мнению, это лучший глава администрации каких-то регионов где-то. Настолько он активный. Как он говорит. Как он бесстрашно идет. Он говорит, а я знаю. У нас же в роду все молодые умирают. Это надо видеть просто его. Семью его показывает. Сердце Рамзана Кадырова фильм. Или семья его еще сейчас в фильм вышел где-то. И люди, которые 800 тысяч, которые желают мира и войны. Его не будет. Все сразу предсказывают. Очень большие изменения будут. Усильте о нем молитву. Просто, чтобы он пришел ко Христу. И чтобы душа его не погибла. Мы другого не просим. Спасибо, Христос. Братья и сестры. Брат выступает. Я с одной стороны слышу, с другой стороны слышу недовольные. Я думаю, что это у нас недостаток любви. И это персональное такое отношение выливается в таких высказываниях. Да, политика. Мы знаем, мы видим, мы слышим. Мы телевизор каждый день смотрим. Что нам об этом говорить? Спасибо, Христос Игнат Тихонович. Он подвел итог тому, что было сказано братом. Потому что мы должны знать, о чем молиться. Эти предшествующие события. Мы должны знать, как себя вести в той ситуации, в которой можем оказаться. Должны знать это. Поэтому это как раз мы говорим-то об этом. Вот опять об одном и том же, об одном и том же. Да, об одном и том же. О спасении души. О чем молиться. Мы говорим о том, что нет этого человека. Тот болен. Другие потребности. Все здесь мы и говорим. Этим и отличается наша община от других общин. Где собрались, просто чай попили. Вот скорее вот. И все. Хорошо, гладко. Друг друга погладили и разошлись. Никто друг другу не сказал никакого едкого слова. Никто никого не обличил. Все гладненько и хорошо. Любвизм. Были у нас такие люди, которые искали любви к себе только. А свою любовь не умели проявить. А любовь, когда болеешь душой, то иногда порой поднимается и голос становится таким, знаете, приподнятым и более громким. Потому что жажда спасения своей души и ближнего своего. У нас нарушены были отношения с парализованным из Воронежа Сергеем Козловым. И какое-то время не переписывалось. Виктор Андреевич там был у них. И он вышел сам, вышел на меня. Там разные отзывы, там всякие разные. Он попросил прощения. Когда вышел он? Когда вышел? На этой неделе я ролик уже выставил. Слава тебе, Господи. Ролик примирения. Я никогда на вас ничего не имел. Но там воспользовались другие, кто-то что-то говорили. Ну, простите меня. Поэтому у меня... Поблагодарите Бога. К нему ничего не было никогда, кроме доброго. Он в любом деле рассуждает. Все у него идет хорошо. Но он один написал. Да вы не знаете епископов, заступайтесь. Вы с ними в карты играли. А я играл. Вы с архиереями гуляли вместе, пили или нет, чтобы там были другие, кому не надо быть. А у меня там все есть. Поэтому ты не знаешь, к кому заступаешься. Ты Игнатия обличаешь. Да ты вообще ничего. И на него нападают. И он говорит, ничего не могу сделать. Такие нападки на меня никогда не было. Что я им сделал-то, людей-то? А зачем ты лапки натрогаешь? И мы главный обвиняли-то. Я не думал этого. И мы по-хорошему закончили. Поклонились друг другу и молимся. Аллилуйя. Он говорит, у нас нет еще против друга. Я говорю, и не было. И он сразу это слово подхватил. Так что у нас хорошее отношение. Игнатия, у вас там в ролике 15-й год стоит. Вы исправьте, 2016-й вас надо ставить. А у вас 15-й стоит. Я зашел, думаю, 15-й не понял. Это на этом ролике. Да, на этом ролике. Называется так. Добрая весть из Дальней Соломона, это 25-25. 15-й год. Вот так. Вот я такую радостную весть вам принес. Спасибо, Христос. И один священник такой был на меня прямо. А сейчас две беседы прошло, и самое хорошее отношение. Я у Бога прошу это, я вижу это ответ на молитву. Бог отвечает. Господи, я не могу сойти с молитвы. Ну как ты так делаешь-то? Почему я не разбился? Почему? Просто рухнул и встал и пошел. Как будто ничего и не было. Игнатий Иванович, про своего духовного внука-то расскажите. А? Про своего духовного внука расскажите. А! Один священник, Максим Каскун. Он довольно известный. Ну очень так, в интернете где-то. Ну и он где-то беседует, сидит. А я не знаю, Никита нашел. Я говорю, Никита, я вас слушаю, священник, это не расслышал. Ты перепечатал. Он все перепечатал. Я это все уже выставил. Да, ему задают вопрос. Отец Максим, а вот Игнатий Лапкин, как это вот? Кто он такой? Видно, что ответ ему дается нелегко. Андрей Кураев сказал, думаю, а что скажет епископ на это? А как бы? Я понимаю их, и к ним претензий нет. Но он, знаете, этот человек много потерпел от советской власти. Это уникальный человек. Это, знаете, я прихожусь ему внуком. Через него обратился отец Геннадий в пас, говорит, а я от того. То есть и действительно получается. Отец Геннадий говорит, я, говорит, чадо отца Геннадия. А он от него, его чадо, ну получается внук. Я и не знал, что у меня внук там есть. И дальше он отвечает. Игнатий, он говорит, и много полезного, и ну что-то не так. Ну что спрашивают там где-то. Он не может сказать, ну все вот такими, но в общем все хорошее. Я не знал этого совершенно. Но я сразу даю ответ. Как бы обо мне хорошо кто не отзывался, это не означает, что я теперь глаза буду закрывать на то, что он делает. Ну Игнатию я замазал, рот скотчем заклеил, он не скажет. Для меня это никакой роли не играет. Любимщик ты, не любимщик. С любимщика я еще больше буду смотреть и говорить ему. Это вот на неделе только что было, на неделе. Вот такое дело. От Володи напомнил. Я коротко, брат. Я это коротко хочу сказать, но Игнатий Ильич просто, я-то еще не договорил свой. И вот это перечисление идет у них, отношения к крестьянам. И я хотел сказать, что Игнатий Тихонович, когда говорил вам, что я стремлюсь туда в ИГИЛ, я себе представлял, что там такие все бородатые суровые мужики. Они там всех режут, убивают подряд, только кто попал христианин через коленку. Оказывается, все совсем не так. У них там действительно государство. И они понимают, что это в государстве кого там только не нанесет структура. У них там, кстати, кроме шиитов есть сунниты еще, там тоже еще хуже, чем с христианами и с евреями. И евреи там у них есть, и язычники, всех там хватает даже так. И им надо как-то вот это все урегулировать. Это все у них там происходит. Поэтому Игнатий Тихонович туда приедет с проповедью о Христе. Для них это не ново. Они прямо у них в списке стоят. Монастыри, храмы не строить новые христианам. Молиться там, где они им скажут. Ну там своих, видать, молитв. На улицах не проповедовать о Христе, не говорить Библию, не читать слух и так далее. То есть все это расписано у них, регламент целый. Поэтому то, что приедет Игнатий Тихонович. Вот он приехал туда, зашел все. Ага, это христианин. Иди-ка сюда. А, да, и атрибутики. То есть креститься на улице нельзя. На улице, принародно. Вот он пришел, Игнатий Тихонович, перекрестился. Вот они его сразу возьмут и сразу голову ему отрубят. И все дела закончились, все его проповедь. Если он по-другому будет поступать, как-то там будет тайно молиться, скажут, ладно, хорошо, я буду за закрытыми дверями молиться. Ну еще поживет немного. А может и много даже. То есть там христиане живут. Понятно? О чем я говорил-то? А об этом кто говорил-то из вас? Да никто не говорил-то. Я только прочитал и вот это узнал. А я так не предполагал, что там такие у них широкие зрения. Поэтому это современные мусульмане, которые хотят в государственности большой и понимают, что резать голову вообще подряд всем, это быть дураками. Хотя режут они много. У них там разные группировки, разных этих полевых командиров. Поэтому где-то там есть пожестче, ну а где-то есть вот именно так, как я сказал. Спасибо, Христос, брат. Слава Христу. Так, я поясню коротко на это. Все эти условия я знаю. Я их принимаю. И когда с ними на них напрямую выйду, чтобы меня встретили на сирийской границе, я это принимаю. Мне нужно, чтобы с руководством быть рядом, и была у меня келья. Со мной будет переводчик. Я только буду молиться про себя днем и ночью. Как делала Есфирь, когда пришла. Кельи строить нельзя. А? Перечисляется. Кельи тоже для монахов нельзя. Прям кельи. Теперь говорить буду только там, где они сами попросят и скажут. Давайте высушим человека. Я там находился. У меня четкая программа, что там я могу делать. Я это знаю. Все условия принимаю. Ну тогда будете спокойно жить, и все, вы будете лучшим другом. Понятно. Они очень дисциплинированные ребята там. Ну я знаю, куда. Коротко. Закончуем уже. Коротко постараюсь. Значит, хочу напомнить, что в день нашей общины хочу всем напомнить, через что каждый пришел в эту общину. Пришел он через занятия. Занятия по Библии. Вот. Мы выпустили новые визитки, где написано, что сейчас ведутся занятия. Занятия ведутся в интернете. В интернете, где никто нас не сможет ни проконтролировать, ни закрыть, ни выгнать. Дело добровольное. Но нужно, чтобы как можно больше людей знали, что эти занятия есть. На занятиях постоянно присутствует пока еще живой, слава тебе, Господи, Игнатий Тихонович Лапкин. Слава тебе, Господи. Поэтому, братья и сестры, берите визитки и распространяйте как можно больше. И, ну, вы говорите, брат, там идет война. Наша брань не против плоти и крови, но против духов злобы поднебесной. И вот наш сайт, наш форум, наш все, что здесь переперечислено, мейл, страничка, ютуб. Меня люди узнают на улице. А мы вас знаем. Лапкин и Дайтихович подходят. Подходят. Почему? Мы распространяем, мы работаем. За два года мы распространяли 40 тысяч визиток. Сейчас еще 40 тысяч лежит. Давайте еще распространим за полгода. Надо воевать. Идет пропаганда. Пропаганда. Как они этих людей, игиловцев, головорезов находят? Через интернет. Давайте мы в ответ тоже. Принимаем, будем распространять. Сестра. У меня частное объявление короткое. Благодарю всех за молитвы, за псалтерное чтение. Сегодня 40 дней, как свекор у меня Василий умер. Помяните, пожалуйста. Помяните. Чем помянуть-то? Что ты принимаешь? Благословение на трапезу. Отче наш. Ну, давайте сразу. Отче наш считайте. Садитесь, обедайте. Отче наш, Иже и Си на небесе, Да светится имя Твое, Да приидет Царствие Твое, Да будет воля Твое, Яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам вниз, И остави нам долги наши, Яко же мы оставляем должником нашим, И не веди нас в свои искушения, Но избави нас от лукавого, Ибо Твое, Сцарство и Силы, Слава веки. Аминь. С миром Божьим. Во славу Божьей. Садитесь. По столам. Нет, а вы на свое место садитесь. Да нет, у нас готово. Я не буду здесь. Нет. Поедите. Нет, я пошел.